Рифат Чубаров далее в нашем эфире, глава Межлиса Крымско-Татарского народа. Здравствуйте. Здравствуйте, Рифат. Добрый день всем. Вот эти вот 500 гектаров для вагнеровцев, как думаете, с какой целью и найдет ли Аксенов для своего нового друга количество вот этой земли в Крыму? Скорее всего, такое указание Аксенов получил из Москвы, и поэтому для того, чтобы выполнить это указание, он обязательно найдет такой участок. Идея сама, мне представляется, возникла из того, что, собственно, сейчас происходит между Пригожиным и частью российского военного командования. Вы знаете, что некий центр такой учебный Вагнер должен был обустроить в Санкт-Петербурге, но у него там у Пригожина большие противоречия с местной властью. Они пока маленький детский клуб Вагнеренок открыли там. Ну вот видите, я думаю, что это все связано с общей позицией Москвы, которая намеревается принимаемыми решениями сразу решать несколько задач. Ну, во-первых, дальнейшая изоляция бандитов, которые с разрешения государства и с помощью государства используются... Ну, бандиты, я имею в виду криминальные заключенные, которые используются в войне против Украины. Но Россия же не будет отказываться от их участия в войне, но держать их под определенным контролем она намеревается. И при этом максимально укреплять те территории, которые обязательно будут освобождены в этом году. И таким образом, вот вторая задача, которая здесь решается, это как бы с точки зрения Москвы укрепление Крыма. И поэтому мне представляется, что дислокация основных сил Вагнера, если, конечно, они не будут уничтожены на востоке Украины, может быть перемещена в оккупированный Крым. Но вы совершенно справедливо называете, ну, это бандиты, да, уголовники, зэки, вооруженные, известные своими зверствами на фронте, насилием, мародерством, расстрелами гражданских, военных. И если вот речь идет потенциально о размещении такой базы на территории временно оккупированного Крыма, сами крымчане, наверное, можно предположить, как они отнесутся к такой идее? Ну, если мы имеем в виду все население Крыма, по-разному одни отнесутся. Но даже те, а таких немало, это крымские татаритнические Украины, которые, разумеется, будут возмущены таким явлением. Но они не смогут перейти к открытым протестам. Но все осознают, что Крым превращается в территорию, которая не только превращается в такой военный форпост России, но на этом форпосте будут находиться исключительно все отребия, которые собираются со всей территории самой России. Перед этим было принято решение, и сейчас его местные оккупационные власти реализовывают, проводят межевание земель, которые будут раздаваться всем участникам российско-украинской войны. Но то, что они называют специально военной операцией, это не просто наделы земельные, а земельные наделы, которые примыкают к морю. То есть практически все побережье Крыма, по всему периметру Крымский полуостров будет роздан военнослужащим или, если в случае их гибели, их родственникам. И таким образом, еще больше Крым превращается в некий такой концлагерь, уже окруженный по периметру людьми, преданными этому режиму. Плюс перемещение перед дислокацией основных баз Вагнера, и там, в общем-то, не остается места вообще для тех людей, которые связывают свою жизнь со своей землей, с Крымом. Поэтому только лишь освобождение Крыма в ближайшее время может поставить конец всем этим зловещим экспериментам. Да, и вот как раз об этом хотел поговорить. Известно, что российские войска сейчас свои силы перебрасывают через Симферополь на север временно оккупированного Крымского полуострова. Что известно о количестве этих сил, о их потенциале? И как вы предполагаете, это враг готовится к обороне или эти силы, может, для каких-то попыток наступать? Мне трудно это оценить, и я не хотел бы здесь каким-то образом озвучивать догадки различные. Но то, что северная часть территории полуострова продолжает укрепляться, фортификационные сооружения возводятся, и часть военнослужащих, которые прибыли с территории, собственно, самой России, они размещены в Джанкойском, Советском районах дополнительно. Все это, в общем-то, нами отмечалось и отмечается. Это говорит о том, что, ну, как минимум, оккупационная власть демонстрирует действия, которые должны бы убедить всех в том, что они готовы к обороне Крыма. Накануне был слышен взрыв в районе аэродрома Бельбек. Местные власти назвали это учениями. У вас есть информация об этом? Это кто чему учился? Нет, пока... Нет, мы знаем то, что они объявили, что это были корабельные учения. Но по аналогии с предыдущими такими дроновыми атаками, мы знаем, что необходимо несколько дней для того, чтобы потом, в общем-то, картина произошедшего стала более очевидной. Вот несколько, ну, уже где-то неделю назад, когда была целая атака дронов, тоже объяснялось это то учениями противовоздушной обороны, то еще какими-то другими действиями военных сил России на полуострове. Но потом Министерство обороны России было вынуждено признать, что это были атаки дронами, и им пришлось их отбивать. Поэтому, как мне представляется, вот такие действия свидетельствуют о такой разведке, связанной с выяснением места размещения сил противовоздушной обороны противника. И если взять во внимание все то, что происходит на юге Украины, возможно, мы будем свидетелями более активных событий в недалеком будущем. Да, да. И, кстати, о дронах. Окупационные власти Крымского полуострова заявляют о сборке боевых беспилотных летательных аппаратов в Крыму и создании там центра по производству морских дронов Севастополя. На полуострове, по их словам, работают уже 19 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Объем их контрактов, как они уверяют, в рамках гособоронзаказа Кремля составляет более 23 миллиардов рублей. Рифат, у вас есть какая-то информация? Это действительно так? Действительно там собираются производить беспилотники в каком-то количестве? Или это мыльный пузырь? Ну, впервые вот такая идея, чтобы на территории Крыма создать некий центр по разработке, а потом и организации производства дронов, прежде всего морских дронов. Она возникла в прошлом году, после вот как раз серии дроновых атак на Крым. И некоторые из них были очень успешными, ну, скажем, в августе аэродромного Федоровки и уничтожение российских самолетов военных. И была даже встреча гауляйтера Севастополя, Развожаева, в ноябре, кажется, прошлого года с Путиным, где он озвучил идею, что Севастополь имеет, ну, потенцию для того, чтобы на своей территории организовать такой центр. При этом он сказал, что это могло бы быть на базе Севастопольского морского завода, ну, который, как и все другие украинские заводы, захвачен оккупантами и национализирован, кстати. И всю вот эту научную работу мог бы осуществлять с точки зрения гауляйтера Развожаева Севастопольский государственный университет. С того времени мы наблюдали только целый ряд совещаний, каких-то дат, что озвучивались инициаторами реализации такого проекта в Крыму. Но очень большая группа экспертов ставит под сомнение реализацию подобного проекта в Крыму, в силу того, что невозможно будет находить комплектующие... Конечно, конечно. Ввиду введенных экономических санкций, как что-то высокоточное, технологичное можно производить? То есть это организация, которая красиво может быть подана диктатору России, но она не будет иметь своего завершения. Да. И еще, кстати, один проект оккупантов в Крыму, они уже об этом объявляют, что будут созданы добровольные дружины. Что это за формирование и каково их предназначение? Просто какие-то... Это из серии того, что они действительно пытаются максимально... Но если не укрепить Крым, то создать представление об укрепленности Крыма, вот сознание населения ныне живущего в Крыму, для того, чтобы избежать каких-то, но нежелательных для себя действий, в том числе и расширение паники или панических настроений, увеличение выезда из Крыма. Создание добровольных дружин должно способствовать возникновению иллюзии у людей, что всенародная такая происходит мобилизация на защиту территории, на которой они живут. Опять же, я думаю, что это все закончится какими-то формальными некоторыми подразделениями, которые будут предъявлены обществу, и никакого развития ситуации, когда абсолютная авторитарная власть, и все выполняется по команде, реализация любых инициатив, которые как должны опираться на поведение больших групп людей, они просто невозможны, этого не будет. Потому что люди будут исходить из своих соображений, что участие в дружинах это приближение к мобилизации, что это взятие на учет, что это вовлечение преступной властью мирных людей в свои совершаемые преступления. Даже сторонники России на территории оккупированного Крыма будут сторониться участия в таких формированиях. Слушайте, они сами себе противоречат. Тут говорят о создании добровольных дружин. С другой стороны, нарыли этих 200 километров береговых укреплений в Крыму, видели эти спутниковые снимки, когда вот так вот вдоль берега. Известно, что военнослужащие, которые что-то соображают о том, что происходит и что будет в ближайшее время, уже понемногу вывозят из Крыма свои семьи, уезжают коллаборанты. Не массово, но уже тем не менее в правильном направлении двигаются. Можно ли говорить, что действительно приходит понимание, что Крым освободят и это неизбежно? Ну, осознание того, что освобождение Крыма неизбежно, мне представляется уже абсолютно укрепилось сознание всех людей, которые живут в Крыму. И поэтому вот дальнейшие их действия, они будут определяться в ходе вот тех событий, которые будут происходить на юге Украины. Чем ближе будут подходить вооруженные силы Украины к Чонгару, к Чаплынке, к Колончаку, тем активнее будет и выезд колонистов из Крыма и освобождение ими от награбленного или каким-то образом, иным образом присвоенного имущества, недвижимости. Это все предстоит, как мне представляется, в ближайшие месяцы. Да, действительно, осознание того, что освобождение Крыма неизбежно, оно есть, оно присутствует. И в связи с этим сейчас правозащитники отмечают усиление репрессий против людей, против крымчан с украинской позицией. Рифат, какие вам известны последние случаи преследований наших граждан? Вы знаете, что в Крыму участились случаи вот такого с демонстрацией сопротивления местных жителей, и одним из таких случаев явился подрыв железнодорожного полотна в феврале месяце на перегоне между Симферополем и Бахчисараем возле станции Почтовая. И буквально позавчера ночью российские каратели провели обыск и предъявили обвинение крымскому татарину Муртазаеву Эдему 36 лет в совершении этого, с их точки зрения, подрыва. Он пробыл ночь в ПСБ города Судака, но настолько топорно они подготовились вот к этому обвинению, что этой семье, благодаря тому, что в их доме установлена аппаратура видеонаблюдения, удалось убедительно показать, что в тот день и в то время, в котором якобы Муртазаев Эдем должен был находиться в Бахчисарай, он находился в доме в Судаке. И пока они не лишили его свободы, то есть не отправили в СИЗО, он отпущен домой, но обвинение пока еще с него не снято. Таким образом, вот если происходит любое проявление непокоры, неповиновения, то и не будучи в состоянии найти исполнителей вот этих акций неповиновения, конечно, местные каратели все равно определяют кого-то из местных активистов и назначают его ответственным и фальсифицируют уголовное дело. Что ж, ждем скорейшего, неизбежного освобождения Крыма и всей нашей стороны от российских оккупантов. Спасибо, Рифат, за ваши ответы. Рифат Чубаров, глава Минлиса Крымско-Татарского народа, был в эфире нашего телеканала.